Редактор субтитров А.Семкин Вы смотрите информационную программу «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Чтобы рыбалка не привела к трагедии, сотрудники ГИМС провели рейд в акватории залива. На старте сильные и выносливые состоялся третий этап чемпионата области по мотокроссу. Пикник на природе закончился пожаром. Кандалакшане игнорируют запрет на посещение лесов. В Кандалакшском районе снова зафиксировано лесной пожар. Возгорание произошло в минувшую субботу на территории Алакуртинского лесничества. Огнем уничтожен без малого 1 гектар зеленых насаждений. Основные причины возникновения пожаров – человеческий фактор и грубое нарушение требований безопасности. Вовремя непотушенный окурок или костер может привести к необратимым последствиям. Так, в конце прошлой недели в лесу неподалеку от города было зафиксировано возгорание на площади 100 квадратных метров. А накануне ночью огнеборцы ликвидировали пожар на левом берегу реки Нива. Причиной которого, очевидно, стал костер, не потушенный после отдыха горожан на природе. В результате происшествия стихии было уничтожено порядка 400 квадратных метров зеленых насаждений. А между тем, напомним, с 1 июня в регионе запрещено разжигать костры в лесах. Одновременно с этим продолжает действовать запрет на посещение лесов и въезд туда автотранспорта. Ограничительные меры, введенные в связи с восстановлением сухой и солнечной погоды, будут действовать до 16 июля включительно. Уже завтра в Мурманской области спецбортом МЧС будет доставлена группа беженцев с юго-востока Украины. Все граждане, изъявившие желание переехать на Кольский полуостров, намереваются стать гражданами России и связать свою жизнь с севером. Всего из пункта временного размещения беженцев по Цемлянскому, а это в Ростовской области, планируется перевести около 60 человек. В настоящее время в Мурманской области ведутся активные работы для приема первой организованной группы беженцев с юго-востока Украины. В мероприятиях задействованы региональная и муниципальная власть, предприятия и общественные организации. В первую очередь граждан необходимо обеспечить жильем и работой. Согласно официальной информации, на территории региона есть порядка 300 вакансий, обеспеченных жильем, которые можно предложить беженцам. Обобщенная информация о возможностях конкретных муниципальных образований в настоящий момент обрабатывается. Параллельно с этим ведется работа по сбору вещей и одежды для беженцев. Этим сейчас активно занимается Красный Крест. Часть гуманитарной помощи будет передана пребывающим гражданам. Остальное в Ростов-на-Дону, в лагере беженцев. На сегодняшний день к отправке готово более 15 тонн продуктов, питания, товаров первой необходимости, собранной предприятиями и жителями Мурманской области для украинских беженцев. И гуманитарная помощь продолжает пребывать. Отправляясь на рыбалку, самим не попасться на крючок. В минувшее воскресенье, в день рыбака, сотрудники ГИМС провели профилактический рейд в акватории Кандалакшского залива. Главная цель этого мероприятия – проверить, как судоводители соблюдают правила пользования маломерными судами. В ходе рейда сотрудники ГИМС проверили соблюдение требований безопасности, связанных с эксплуатацией маломерных судов, наличие удостоверения на право управления маломерным судном и талон технического осмотра. Особое внимание уделялось нормам снабжения судна. По словам инспекторов ГИМС, в последние годы рыбаки стали более ответственными. Тем не менее, нарушения правил пользования судами все еще периодически случаются. Так, с начала июня этого года уже зафиксировано полсотни нарушений. Подошли к судну. Оно не зарегистрировано. Оно ранее было зарегистрировано, теперь было снято с учета, продано. Новый владелец не зарегистрировал, доверил другому человеку, у которого нет ни документов на право управления. Административный штраф за то, что лодка не зарегистрирована, от 500 до 1000. В общем, то, что нет удостоверения на право управления, от 1000 до 1500 рублей. Отдел ГИМС предупреждает, во избежание опасных ситуаций, связанных с отдыхом на воде, на лодке необходимо находиться в спасательном жилете и обеспечить спас средствами пассажиров, а также соблюдать правила плавания на маломерных судах. Купание в водоемах на территории Кандавакши запрещено. Мест оборудованных для этих целей в нашем городе нет, так же, как и пляжи. Впрочем, это не останавливает горожан. Купальный сезон уже открыли, но не совсем удачно. В нашем городе произошел случай гибели на воде. Как сообщили в Кандалакшском ГИМС, подобного рода происшествия первое с начала этого лета. Трагедия произошла в минувшие выходные на запасном водохранилище за речкой. Один из участников компании, отдыхавший на берегу, не смог самостоятельно выбраться из воды и захлебнулся. Признаков насильственной смерти на теле утонувшего не обнаружено, сообщили в следственном отделе. По предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Именно это, утверждают специалисты, зачастую приводит к трагедии. Человек не в состоянии адекватно оценивать свои силы. Далее коротко о других заметных событиях. В ходе конкурсного производства МУП ЖКХ Кандалакша в счет погашения задолженности по заработной плате бывшим работникам предприятия было произведено частичное перечисление денежных средств. Однако некоторые участники трудового коллектива уже закрыли свои счета, а потому не смогли получить положенное. Сотрудники прокуратуры просят граждан, бывших работников МУП ЖКХ Кандалакша обратиться в надзорные органы и предоставить информацию об изменении банковских реквизитов. 15 июля в период с 8.30 до 14.30 будут производиться работы по выправке пути в районе приезда на 1118 километре в поселке Зеленоборский. По этой причине проезд автотранспорта на данном участке будет невозможен. Редакция газеты «День города» обратилась в прокуратуру с просьбой проверить правомерность присвоения почетного знака за заслуги перед городом Кандалакша депутату районного и городского советов Александру Суретикову. Авторы запроса полагают, имело место быть нарушение порядка присвоения награды. Завершился первый круг чемпионата Мурманской области по футболу. В минувшие выходные ФК Кандалакша провел очередную встречу с полярно-зоринским кулатомом. Игра завершилась со счетом 0-0. Сейчас по итогам всех сыгранных матчей кандалакшская команда занимает третью строчку в турнирной таблице областного чемпионата. 12 июля наш город встречал любителей быстрой езды на мотоциклах. В Кандалакше в районе лесозавода прошел третий этап летнего чемпионата Мурманской области по мотокроссу, организаторами которого является Кандалакшская автошкола ДСА в России. Подробнее о мероприятии в нашем следующем материале. Мотокросс – один из самых зрелищных видов спорта. Проводить один из этапов состязаний в Кандалакше стало уже традицией. С каждым годом он привлекает все больше участников и зрителей со всей Мурманской области. Если еще 4 года назад на самом первом летнем этапе на старт вышли всего 6 мотоциклистов, то в этом году их уже 47. Протяженность трассы – полтора километра. Это немного больше, чем в прошлом году. Организаторы с каждым разом стараются ее разнообразить и придумать новые препятствия для мотогонщиков. Мы стараемся просто ее улучшить, скажем так. Менять невозможно, а улучшить, то есть увеличить число трамплинов, сделать трассы более безопасной, больше сделать поворотов для того, чтобы было интереснее самим гонщикам в первую очередь. Ну и безопасность стоит тоже на первом месте. Экстремальная езда на мотоциклах требует отточенной техники вождения и мгновенной реакции. Прыжки на трамплине и высокие скорости вызывают восторг у зрителей и выброс адреналина у участников. С увеличением количества мотогонщиков появляются новые группы и классы. С этого года у нас появился новый класс юниоры. Это ребята с 15 до 21 года. Это молодежь, которая перешла из класса 85. Вот так у нас как бы прибавился класс. Было 6 классов, стало 7. Это класс 50, 65, 85. Юниоры, Open 1, Open 2, это уже пенсионеры. И классы ретро, это через этот мотоцикл числоватского производства. Неубиваемый класс. Им уже как бы по 30 лет, но они все равно еще ездят. В соревнованиях по мотокроссу принимают участие не только взрослые и опытные спортсмены. Самому юному участнику состязания Ярославу Белякову всего 7 лет. В этом году мальчик пойдет в первый класс. Другой мотогонщик Алексей Титов из Полярного. Ему 15 лет. Юноша уже пятый год подряд участвует в летнем чемпионате по мотокроссу. Меня привели сюда, как бы тоже начал заниматься, все понравилось и решил дальше. Полгода меня готовили, чтобы выпустить на трассу. Потом через полгода не тренировался и меня выпустил. Начал заниматься. По итогам заезда в общекомандном зачете спортсмены из Кандалакшской школы ДОСАОВ заняли второе место, набрав в сумме 428 очков. Первыми оказались мотогонщики из Мончегорска. Они опережают наших спортсменов всего на 2 очка. На третьем месте команда из Кировска. Четвертый этап чемпионата Мурманской области по мотокроссу пройдет 19 июля в Хавдоре. Далее вас ждет прогноз погоды. Его представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. Сегодня ночью в Кандалакши по району ожидается переменная облачность, а местами небольшой дождь. Ветер будет восточным до 8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 14, плюс 16 градусов. Днем во вторник, 15 июля, Кандалакшанам обещают облачную с прояснениями погоду. Ветер будет юго-восточным 7-9 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. 15 июля солнечная активность низкая, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление в течение дня составит 757 миллиметров в ртутного столба. Прогноз погоды представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. 9-10-10. Спрашивайте. Ответим. На этом наш выпуск подошел к завершению. Я с вами прощаюсь. Увидимся теперь завтра. Смотрите нас в это же время. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин